Возрождение уникального курорта для людей с ограниченными возможностями, строительство новой школы в Славянске и решение проблем с субсидиями и пенсиями. Об этом на Донбассе сегодня говорили нардепы из Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики. Наши корреспонденты продолжат. Славянск. Знаменитые солончаки и соленые озера. Славкурорт один из лучших оздоровительных центров Донбасса, особенно для людей, которые не могут передвигаться сами. Раньше сюда приезжали десятки тысяч человек, сейчас гораздо меньше. Я здесь с 98-го года уже 20 лет. Сейчас нехватка персонала, младшего персонала. Была одна нянечка на два этажа, а один человек не может физически не поднять шейника, не посадить. Мы с удовольствием хотим работать. Хотим. Вот я уже много лет работаю и хочу работать. Но вот в лаборатории работаю, все за другую, все рассчитались, где они не платили, пациентов не было. И все рассчитывали, что уходили. С началом войны уникальный санаторий перестал работать. Оппозиционеры все это время пытались не дать курорту умереть. И вот опять они встречаются с персоналом и пациентами. В Киеве о проблемах Донбасса должны знать, что называется, из первых уст. Когда три года назад мы начали бороться за санаторий, мало кто в это верил. Потому что больше всего боялись вообще поднять вопрос, что военных нужно отсюда передислоцировать. И ситуация была вот абсолютно в замороженном состоянии. Но все-таки санаторий, единственный санаторий Донбасса, единственный санаторий в Украине, который сегодня лечит людей с такой нозологией, должен работать по профилю. Сегодня нужно вливать большие деньги сюда, чтобы тут работа платила. И это возможно. Послушайте, вы посмотрите, сколько получили, сколько выплачено премии для нефтегаза. 200, 15, 20 миллионов долларов. А что вы могли бы сделать, мы в Лермонтовском и здесь, если мы сюда сконцентрировали эти ресурсы. После этого нардепы неожиданно посещают вот эту недостроенную школу. Ее должны были сдать еще в прошлом году, но обещают уже к ноябрю 2018-го. Но дети вынуждены из этой школы учиться в две смены в другой школе, ютиться и ждать. Смерта за эти два года выросла у объекта в два раза. Это сразу выникают подозри, будь какое-то раскрадание, и мы не залишим эту ситуацию. Просто так будет направлено свернение от комитета, от меня особо, как народного депутата, чтобы контрольно-ревизионные органы проверили, как вытрачались деньги, как проектировалось это строительство. И кто реально уверен в том, что оно затримано, и дети первого числа не пьют уже в новенькую, хорошую, безопасную школу. Кроме этого, нардепы посетили соседний Краматорск, проинспектировав целый ряд соцобъектов и учреждений. Одна из главных проблем – начисление субсидий. Многим людям попросту отказывают в ее оформлении. Нардепы пообещали, что на ближайшем заседании комитета парламента по вопросам соцполитики поднимут этот вопрос. Андрей Кровец, подробности, телеканал Интер.